Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня наша тема лекции Верока. Следующее. Воспаление внутреннего уха. Что нужно знать? Прежде всего, здесь анатомия вам в помощь. И нужно смотреть, что есть наружное, внутреннее и среднее ухо. Это лабиринты ушные. Там могут скапливаться бактерии, вирусы, как нам говорит западная медицина. Может возникать внутриушное давление в лабиринтах ушных. Ну и, конечно же, это называется болезнью Мейнера. Также можно сказать здесь с полной ответственностью, что это еще плохая биогиена ушей. Но тут уже сам человек виноват. Что нам может, либо в чем нам может помочь, либо что нам может преподать восточная медицина, если у человека частенько возникают болезни внутреннего уха. Первое. Ушная раковина, либо ухо, это ассоциация с почками. Согласно восточной медицине. Потому, если частенько у вас начинают тревожить болезни ушей, пожалуйста, обратите внимание на свои почки. Элементарно просто. Далее. Состояние меридианов желчного пузыря, тройного обогревателя, мочевого пузыря и тонкого кишечника также проявляется на всех заболеваниях, связанных с ухом. Все-все-все заболевания. Пожалуйста, кто не понимает, о чем я говорю, смотрите, как простирается данная меридианная акупунктура, которую я сказал в этом видео. Они контролируют ушную раковину, контролируют энергию, которая там простирается. И вот нужно знать, в каком состоянии эти меридианы. Они могут воспаляться, и эта энергия может что? Скапливаться в ушную раковину. Вследствие чего порождать те или иные болезни внутреннего уха. Вот и все. Нужно что? Убрать, расслабить эти меридианы. Либо наоборот, наоборот, эти меридианы слабые, вялые, не хватает энергии. Они не контролируют эти меридианы то, что они должны контролировать внутреннее ухо. Вследствие чего там образуются те или иные болезни. Чтобы этого не было первое. Диагностика 12 меридианов вам в помощь. Восстановить эти меридианы. Необходимо меридианы желчного пузыря, меридиан тронова обогревателя, меридиан мочевого пузыря и тонкого кишечника. Также обратить внимание на почки магнитного вам в помощь. Ну и, конечно же, на первом этапе нам в помощь точка ВД-17 на уху. Пожалуйста, данную точку нужно потихонечку, мягко расслаблять массажными движениями. Она является точкой скорой помощи. Ну а если болезни внутреннего уха не оставляют вас в покое, пожалуйста, диагностика 12 меридианов вам в помощь, чтобы восстановить те меридианы в норму, о которых вы услышали в этом видео. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok